Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Красивое дело». Я ее ведущая, Ирэн Шевердина. И сегодня у нас в гостях Наталья Васько, генеральный директор Телос Бьюти, и Дмитрий Васько, учредитель клиник Телос Бьюти и Евромед Престиж, генеральный директор Евромед Престиж. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы такие интересные персоны, и занимаетесь бизнесом, который, на мой взгляд, находится немного на грани. То есть это некоторая такая смесь и индустрии красоты, и медицинского бизнеса. Скажите, пожалуйста, с чего все начиналось, и почему вы решили работать именно в этой сфере? Ну, в этой сфере, в сфере красоты, я так понимаю, вопрос заключается именно про красоту. Мы начали заниматься в 2007 году, на самом деле, наверное, даже пораньше, в 2005. Но в 2005 это было подразделение еще в Евромед Престиже, в клинике Евромед Престиж, и как обособленная клиника, которая стала существовать в 2007 году, она стала именно называться Телос Бьюти и имела свое собственное лицо и свое собственное название. Подождите, а клиника Евромед Престиж – это клиника, которая специализируется на чем? Да, клиника Евромед Престиж была организована в 2000 году, и это полноценная медицинская клиника, амбулаторно-поликлиническая деятельность, то есть там обычные врачи, которые занимаются обычной медицинской деятельностью. В 2005 году на волне подъема экономики и благосостояния наших людей, соответственно, появилась возможность и появилась потребность у людей к тому, что они, кроме того, стали думать не только о здоровье, появилась потребность быть привлекательными. Да, внешнего, которого они хотели наполнить свои квартиры, дома или еще что-нибудь, они начали думать о своей красоте. И, соответственно, таким образом появилась возможность и экономическая, и физическая уже развивать косметологию в чистом виде. Поэтому мы ориентировались изначально на медицину, то есть развивали медицину, косметологию с точки зрения медицинского направления. Вот таким образом и появилась стелес-бьюти. Как интересно, скажите, пожалуйста, я еще читала, что для вас 2007 год он был значимым, и в основу своей бизнес-модели вы положили некую восточную философию, которая говорит о том, что красота внешняя, она следует из красоты внутренней, и наоборот. Вы как-то можете пояснить это? Ну, вы знаете, понятие восточной идеологии, она основывается, наверное, на общей практике жизни. То есть мы, вот с супругой, мы не имеем медицинского образования, но в нашей семье есть медики, и хорошо понимая всю медицинскую часть, мы активно занимались изучением человеческой жизни, наверное, здоровья и понимания того, наверное, как человек достигает счастья. Наверное, это вот основная часть, которая была заложена в нашу всю деятельность. То есть понятие счастья является краеугольным, наверное, камнем в любом движении. То есть понятно, что у каждого человека понятие счастья, оно закладывается по-разному. Кому-то нужна машина, кому-то нужно здоровье, кому-то нужна супруга. А вашему клиенту нужно что? Ну, в данном случае, опять-таки, вы понимаете, здесь тоже все разное. Кому-то нужно здоровье, кому-то нужна красота. Здесь понятия совершенно разные. Но когда мы начали проходить этапы медицинские, когда мы начали работать с теми людьми, которые больше интересовались здоровьем, а не красотой, а не какими-то другими восточными идеологиями о счастье. То есть счастье заключалось в отсутствии здоровья. То есть человек в данном случае болеет, ему нужно помочь. И когда мы глубоко начали погружаться в то понимание, что собой представляет медицина, мы, соответственно, начали понимать, что физика, на чем жизнь основывается вся традиционная медицина, физика, я имею в виду, процесса. То есть когда разбирается человек на составные части и когда каждому органу присваивается определенная функция. И каждый врач начинает лечить свою функцию. Она немножко уже устарела и дискредитировала себя в том, что человек не получал того эффекта, который нужен. Начиная изучать дальше, что должно происходить человеком, как все-таки помочь человеку, как вывести его на то состояние, как его вылечить, мы начали изучать психологию, мы начали изучать в том числе такие серьезные предметы, как квантовая физика. Почему восточная идеология? Восточная идеология, она очень близко просто подошла к пониманию счастья. Поэтому на тот момент, может быть, где-то вы читали о том, что мы заложили восточную идеологию, но это не восточная идеология, это просто правильная идеология, которая должна развивать такое понятие, как счастье. И основа вашей концепции получается, концепция вашего бизнеса базируется на том, чтобы сделать ваших клиентов счастливыми. Да, то есть основа, по сути дела, мы делаем человека некрасивым, мы делаем человека счастливым, потому что счастье, оно подразумевает в себе, ну, как отчасти кто-то счастье считает, вот там, сделать какие-то уколы, чтобы убрать пару морщинок, кто-то счастьем считает, допустим, сбросить лишний вес, кто-то счастьем считает иметь крепкое здоровое тело. То есть у каждого свое счастье, поэтому мы помогаем в том... Ну, конечно, у каждого свои параметры. Но здесь нужно понимать, что в любом случае эффект, который достигает человек, состоит только в комплексе решения проблем. То есть если человек начинает решать только выборочно, отчасти там, вот это нужно сделать, это, эффекта не достигается. Только некий комплекс, только благодаря взаимодействию многих факторов человек достигает эффекта. Вы знаете, я вот хотела точить немного свой вопрос по поводу клиента. Наверняка, как предприниматели, перед тем, как открывается то или иное заведение, заниматься тем или иным бизнесом, вы в бизнес-плане прописываете, кто будет ваш клиент. Какой у него достаток, мужчина это или женщина, возраст. Вот и сейчас у вас приходят люди. То есть основная масса это кто? Я думаю, что здесь без разницы, кто это. Ребенок явно... Да, конечно, это не есть. То есть это девушки и мужчины после 25 лет, наверное. Может быть, и до 25. Те, которые хотят выглядеть красиво, те, которые у себя нашли какую-то проблему, хотят ее решить. А какого рода проблемы с точки зрения эстетики вы решаете? Я вот знаю, что вы первые, у кого появился Фраксель. Ну, наша компания занимает одну из самых лидирующих позиций в этом направлении. Да, мы в 2007-м развивали очень много различных технологий. В первую очередь, это лазерные технологии. Да, это лазерные технологии. Были первопроходцами и в ЭЛОС-технологии, и в фракционном термолизе. Что это такое? Поясните, пожалуйста. Я думаю, что не все зрители могут понять. А омоложение? Омоложение дефектов. С чего мы начинали, на самом деле, это было тривиальное, по сути дела, движение, это эпиляция. То есть, в 2005-м году появились очень хорошие установки, которые качественно и хорошо удаляли волосы. И на тот момент было очень интересно развить это направление. После того, как мы познакомились с этим оборудованием более серьезно, мы поняли, что на нем можно делать еще великолепные результаты, достигать и по омоложению, и по коррекции морщин. Очень много чем можно было заниматься. Дальше начинали углубляться в аппаратные методики, соответственно, посещать конференции японские, американские конференции, искать на рынке самые эффективные, самые рабочие модели, которые на данный момент были в то время. И в 2007-м году, допустим, мы нашли вот Фраксель, который на тот момент был очень таким революционным, интересной технологией. Мы не побоялись его внедрить, поставить в клинику. А в чем, извините, была вот интересность технологии? Вообще вот лазеры, они существуют нескольких видов, насколько мне известно, правильно? Лазеров вообще очень много. И какие лазеры применяются, то есть по длине волны, по частоте, по названию, там, эрбиевый, александритовый, диодный лазер. То есть их очень много разных. Естественно, они основываются только на физических показателях, которые воздействуют на, соответственно, той или иной части тела. То есть это не просто маркетинг? Нет, это не маркетинг, да. Здесь возможен маркетинг происходить, как вот в любимом всеми ксероксе, да, когда был ксерокс, который придумал. А потом все аппараты, которые начали делать то же самое, копировать, по сути дела, их начали называть ксероксом. К сожалению, сейчас лидером все равно на рынке остается лазер Фраксель. Почему к сожалению? Нет, ну, наверное, к счастью. К сожалению, то, что появилось очень много компаний, которые начали дублировать и очень плохо дублировать, особенно китайских. А, то есть вперед еще никто не ушел? Да, то есть появилось, ну, я не буду сейчас рекламировать другие компании, я не буду называть, которые, какие компании начали дублировать и копировать лазер Фраксель. Здесь очень важно физические свойства и патент, который они там прячут, да, вот как фирма Кока-Кола или Пепси-Кола, они выбрали, допустим, один ингредиент, держат его в секрете, и его повторить никто не может. Вот, точно так же и Фраксель, они достигли определенных физических параметров в своих установках, и тот, кто копирует их, они все равно не могут достичь того качества и того воздействия, которое делает Фраксель. И особенно грустно очень сейчас, когда появляются китайские аппараты, я могу сказать и как бы слушателям, и тем людям, которые, соответственно, открывают бизнес, если вы ориентируетесь на качество и честность по отношению к клиенту, и вот наша компания изначально, мы выстраивали бизнес только с той позиции, что довольный и получивший результат клиент, он обязательно вернется. Да, то есть честность, порядочность в отношениях, профессионализм прежде всего является основой нашей компании, поэтому если процедура будет качественной и хорошей, то пациент вернется. Компании, те, которые, допустим, ставят китайские аппараты, они работают в основном на потоке, то есть пришел, получил результат, не получил следующий. То есть, естественно, покупая аппарат, который стоит не 120 тысяч долларов, а там 10 тысяч долларов, понятно, что себестоимость процедуры будет очень низкой. И, соответственно, оно качество, которое они там получают, ожоги... Ну, скупой платят дважды, да? Да, то есть... Компания, которые процедуруют настоящую технологию, понимаете, человек думает о том, что это все, перестало помогать все, все аппараты, они бестолковые. И к нам тоже он может не дойти, потому что он просто не будет верить в то, что мы можем... У нас отсутствие рекламы, по сути дела, качество за надзором рекламы, и они могут написать, что да, мы фракционный термолизм, мы делаем Фракцель. На самом деле это не Фракцель, а какой-то китайский аппарат. Вот, и в результате человек получает негатив, и он относится к Фракцелю, то есть тем технологиям, которые являются качественными. Точно так же плохо. И он не пойдет уже к нам или к другим компаниям, у которых установлен этот хороший аппарат, или хороший врач на этом работает, и он уже будет не доверять. Поэтому здесь, естественно, опять такой подводный кабень в нашей экономике. Нужно доверять очень истинным профессионалам, да, и делать на эту ставку. Да, то есть, если говорить опять о компании, которую мы... Дмитрий и Наталья, извините, пожалуйста, мне вот показывают редакторы, что мы должны выйти на рекламу, после рекламы обязательно продолжим наш задержательный разговор. В эфире реклама, друзья. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу «Красивое дело». В эфире я, ее ведущая, Ирэн Шевардзина, и наши гости. Наталья Васько, генеральный директор Телос Бьюти, и Дмитрий Васько, учредитель клиник Телос Бьюти Евромед Престиж, генеральный директор Евромед Престиж. Снова здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, в первой части передачи мы говорили о том, что нужно при открытии клиники эстетической медицины делать ставку все-таки на профессиональные технологии, которые себя уже зарекомендовали на рынке. И ни в коем случае не поддаваться соблазну подделок дешевле, а потом получается, что люди получают ожоги и масса проблем. Скажите, пожалуйста, а вы как боретесь с конкуренцией? Потому что, как вы сказали, очень сложно порой доказать, что вот ваш аппарат действительно качественный. Люди разочаровываются, применяя другие технологии, и потом не хотят верить. К сожалению, вот если говорить о российском рынке, я бы мог сказать, что российского рынка еще в России нет. То есть как экономические вот... С точки зрения бизнеса вообще, извините, или бизнеса в области индустрии красоты? Нет, вообще бизнеса. Почему вы так считаете? Ну, я считаю, что вот честный бизнес как таковой в России еще не существует, к сожалению. У нас не заложены правильные экономические модели, когда ты можешь честно конкурировать. Потому что есть очень много подводных камней, в которые входят неэкономические составляющие, связанные с тем, что тот или иной конкурент может вести себя неправильно. То есть... Такой агрессивный маркетинг проводить, да? Нет, не обязательно агрессивный маркетинг, не в этом дело. Вот смотрите, элементарно. Чтобы давать качественную процедуру и качественные услуги, мы должны поставить качественное, соответственно, оборудование. Оборудование. Взять дорогое, да, взять хороших, качественных врачей. Именно врачей, не медсестер, не статистов, эстетистов, которые могут работать за, соответственно, другие условия. Понимаете, да? То есть человек, который работает в салоне красоты и у которого не имеет медицинского образования. И человек, который получил медицинское образование и проработал большой, обладает большим опытом и большим стажем, он, ну, как правило, зарплату у этого человека раза в 3-4 выше, чем у человека, который, соответственно, не обладает этими образованиями. Слушайте, а вот как вы считаете, извините, пожалуйста, я вас перебиваю, вот родился интересный вопрос. Я из своей практики знаю, у меня тоже салон красоты, что очень сложно найти человека с высшим медицинским образованием, который хотел бы работать косметологом. Это и уровень зарплаты зависит всё-таки, когда учиться на врача. У меня такое ощущение иногда складывается, что для людей работать как-то в клинике эстетической медицины или в салоне красоты, имея высшее медицинское образование, ну, как-то не камильфо. Поэтому у нас не салон красоты, у нас клиника. И изначально всех тех людей, которые путают нас с салоном красоты, мы чётко дистанцируем, что мы клиника, и мы позиционируем себя как медицинская клиника. Клиника, которая занимается серьёзными, практически научными исследованиями. И у вас все сотрудники врачи имеют высшее образование? Да, и у нас все сотрудники не просто высшее образование имеют. Они и кандидаты медицинских наук, есть и профессора, которые работают. То есть очень серьёзный подобран штат. Подбор кадров изначально был настроен на профессионализм. И мы искали только тех врачей, которые прежде всего были профессионалами в своём деле. Профессионал – это тот, кто первое, знает медицину, знает, как помогать человеку. И самое главное, самое главное – это честность по отношению к пациенту. То есть когда те методики, которые он знает, он применяет, он получает и результат, и происходит, если мы говорим сейчас об экономике, незалечивание человека. Потому что, к сожалению, очень много, опять-таки возвращаясь к тому вопросу, который вы задавали, что конкурировать очень сложно, благодаря неправильному маркетинговому или неэкономическому состоянию рынка. Приведу пример буквально на первую технологию, которую мы развивали. Лазерная технология. Лазерная технология, да, которая была нами найдена, очень интересная. И мы развивали… Я могу сказать, что только на рекламу этой технологии мы потратили порядка 300 тысяч долларов. Мы её раскрутили в течение года, и вся Москва резко, благодаря тому, что мы установили у себя в клинике порядка 10 аппаратов этой, да, на тот момент мы были самая крупная клиника в Европе, об этом заявляли сами производители, что мы в Европе были самая крупная клиника, которая установила их оборудование. И как быстро вы себя окупили? Ну, на тот момент, в 2007 году мы окупили себя быстро, потому что благодаря очень активной рекламе и благодаря очень низкой, так сказать, ниши, которую мы заняли, мы, так сказать, собрали большую клиентскую базу и, соответственно, окупили себя быстро. Желающих удалить волосы было очень много, естественно. Месяц, полгода. Нет, ну месяца, нет, вы знаете, как бы месяц надо понимать, что вложения, там, 10 аппаратов, они достаточно ёмкие, да, и, ну, там, 3-4 месяца. А, ну это очень быстро. Да. Вот, но это было тогда, понятно, 2007 год, но после того, как мы раскрутили эту методику, соответственно, конкуренты начали нас копировать. Но копировать не в хорошем плане, а вот в том, что они начали ставить оборудование и создавать, ну, неправильную конкуренцию. Неправильная конкуренция заключается в элементарном. Вот, например, можно сделать эпиляцию, вроде бы существует нога, нога, вот, есть нога, вроде бы что тут такого, человек звонит и спрашивает, сколько у вас стоит вот там нога. Ему говорят в одном месте 10 тысяч, в другом месте полторы тысячи. Но в том месте, где ему говорят полторы тысячи, ему можно сделать через 10 сантиметров. Какую-то, да. Да, вспышки. А в другом месте будут делать, как положено, вот, при этом будут делать определенные вспышки, определенные, значит, параметры выставлять, которые тоже зависят от качества. И в том месте, где 10 тысяч, ему говорят, допустим, ему говорят, что нужно прийти через полтора месяца для следующей процедуры, а где полторы, у нас через неделю. Вы понимаете, да? Получается, цена одна и та же. Да, только клиенты, которые видят разницу в сумме 10 тысяч и полторы, они идут туда, где полторы. Но при этом нужно понимать, что технологии, когда делается по полторы через раз, ты начинаешь не улавливать там, где моменты, где это делается. И волосы начинают расти некачественно. Человек получает некачественную процедуру, он считает, что эта технология не работает, и она неправильная, и уже туда, где существует правильная методика, он не идет. Он начинает искать другую технологию, допустим, для удаления волос. И это ведет к тому, что и сама технология падает, и рынок услуг, он меняется. Меняется в худшую сторону. И ты не можешь давать качественную услугу, потому что в головах у людей начинает меняться психология. То есть он говорит, зачем я буду делать апелляцию за 10 тысяч, если можно сделать за полторы. И очень сложно будет доказать о том, что вот, ребята, у нас профессиональный доктор, он закончил. Он каждый три месяца ездит во Францию обучаться, обучаться там на каких-то новых аппаратах. Ему это все равно, он видит только деньги. А сервисная составляющая? Вот скажите, пожалуйста, у нас осталось совсем немного времени, и мне хотелось с вами этот момент обсудить. Существует такое понятие, что в индустрии красоты очень важно, чтобы человек, который пришел, будь то салон красоты или клиника эстетической медицины, он вышел от вас в еще более хорошем настроении, чем пришел. И вы говорили о внутренней маркетинговой стратегии, то, что вы нанимаете только профессионалов, врачей. А что насчет сервиса? Потому что насколько вот, ну я имею такое представление, возможно, оно ошибочное, врачам довольно сложно переключиться именно на сервисную составляющую, когда ты прекрасно встречаешь, красиво все описываешь. Врачи же такие строгие люди. Вы на это не делаете ставку? Ну, вы знаете, здесь удачно так получилось, что в 2005-2007 годах косметологи, а это были врачи-дерматовенерологи, да, то есть на тот момент не было косметологии в чистом виде, это специальность, которой были, занимались врачи-дерматовенерологи. Они, наверное, вообще без чувства юмора, вот как они встречают? А, нет, почему? Вы думаете, вы видите, у вас есть опять сложившийся неправильный стереотип, так я хочу его развеять, помогите. У вас неправильный стереотип, потому что вы думаете, ну, либо вы, люди думают, что раз идут в клинику, значит, там что-то должно быть именно клиническое. Такие проблемы, проблемы, да. Да, страшно, страшно, нет, с уколами. Вы знаете, вы, если придете к нам в Телос Бьюти, или там клиент, который приходит в Телос Бьюти, вы не увидите разницу между салоном красоты и клиникой, да, то есть, естественно, мы должны понимать, чтобы конкурировать с салоном красоты, мы должны были сделать шикарный дизайн. Потому что, опять-таки, наш клиент, в отличие от западного, когда западный клиент, он не обращает внимания на дизайн, то есть, он приходит за проблемой, допустим, удалить волосы, или там скорректировать морщины. И мы были в английских, в американских клиниках, там нет такого шика, лоска, когда наши начинают там придумывать какие-то нереальные пятизвездочные отели для того, чтобы заманить человека. Но вы сделали ставку на профессионалов, когда человек видит результаты. Но в то же время у нас есть качественный дизайн, красивый. Функциональный. Функциональный, красивый дизайн, да. У нас мы ничем не отличаемся с точки зрения эстетической от салона красоты, то есть, внешне человек не поймет, что он попадает. Точно так же внешнее наполнение кабинета. Это девушки, которые его встречают и принимают. Ему должно быть комфортно, когда он приходит в клинику, понимаете? Не трястись, когда ты приходишь в больницу. Вашему клиенту комфортно, да? Он приходит, он не боится, что вы сейчас нашу трезу, не боится. Наши врачи, они выглядят точно так же, как сотрудники салона красоты. То есть, это молодая, это не люди, которым 60-70 лет. Соответственно, здесь надо понимать, что это направление появилось совсем недавно. И, соответственно, люди, которые в этом направлении находятся, это тоже молодые девушки, там, 30-35 лет, которые активно за собой сидят. Ухоженные, это очень важно. Конечно. Вот, Наталья. Поэтому здесь проблем нет. Хочу задать вам вопрос, у нас заканчивается передача. Что такое мужчина в бизнесе? Это понятно, потому что мужчина, он воин, и бизнесом начинали заниматься мужчины. А кто такая женщина в бизнесе? Какими качествами она должна обладать, на ваш взгляд, и при этом оставаться женщиной? Ну, женщина такой же воин, как и мужчина, потому что, имея кучу проблем, естественно, нужно быть достаточно строгой. Конкурентно способной. Абсолютно конкурентно способной. А это уже мужского качества. Да. А вы сидите такая красивая, привлекательная девушка. То есть, я должна быть страшная сейчас и не привлекательная. Вы, знаете, ну, как бы не мужиковатая, например, да, то есть, вы такая милая девушка, по которой вот скажут, что красивая, а то, что бизнесом вы занимаетесь, как, не зная вас, да, и вашу сферу деятельности сложно предположить. Потому что, ну, на мой взгляд, девушка, женщины в бизнесе, они обычно такие все очень волевые, строгие и теряют некоторые свои женские качества. Вот ваш секрет. Да, я могу сказать, что на работе я строгая, волевая, естественно, требовательная, потому что без этого не получится порядка. Если всем позволят делать все, что они хотят, к сожалению, мы и не получим на выходе то, что хотим. Дома, конечно, я совсем другой человек. Я мягкая, мама, жена и так далее. Все, что касается профессионализма, мне кажется, что, вы знаете, выглядеть плохо здесь невозможно, потому что ты все-таки лицо. Конечно, сфера красоты, индустрия. Да, ты должен быть как лицом и для пациента, так же и для врача. И врач ухожен, руководитель ухожен, соответственно, пациент видит, что здесь все хорошо, и явно он получит то, за чем он пришел. Ой, спасибо вам огромное, все-таки я... Мы опять подходим к стереотипам, которые сложили люди, которые нужны. А я здесь сижу для того, чтобы их развеять. Это стереотипы, эти блоки в голове, да, у людей, которые, по сути дела, надо менять. Но все равно я хотела бы отметить, что, на мой взгляд, Наталья уникальная женщина, которая занимается бизнесом и прекрасно выглядит. Я думаю, что много тоже красивых, уникальных женщин, которые занимаются бизнесом. Дмитрий и Наталья, спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам на передачу. А я напоминаю, что в эфире была программа «Красивое дело», я ее ведущая Ирэн Шевердина, и у нас в гостях были Наталья и Дмитрий Васько. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok